Привет, друзья! Вижу, тема картин вам понравилась, судя по комментариям. И в этом видео мы продолжим интервью с Константином Шаповаловым на тему картин. И сейчас, вот, кстати, вы видите заставку. Это картина, которая была выставлена на аукционе Виолити. Я регулярно заглядываю, просматриваю, какие картины сейчас выставлены на аукционы, каких украинских художников. Также вам бы советовал зайти, посмотреть, что вам подходит, что вам подходит под интерьер, под ваше настроение, что вас будет вдохновлять дома. И эти картины с годами будут не только дорожать, но и приносить какое-то вам эстетическое удовольствие, радость. Ссылку на аукцион я оставлю в описании. А теперь давайте перейдем к нашему интервью с Константином. Я задам конкретные прикладные вопросы, как определять картины, как их хранить, как за ними ухаживать, как размещать. Так что спасибо, что смотрите. Пойдем, поехали дальше. Вот еще купим картину. Попратил 200 долларов, да? Как ее дома разместить так, чтобы не испортить ее, чтобы не ухудшить, не упал в цене обратно? Ну, если речь идет о масле, если мы говорим масло, живопись масла, потому что есть еще акварель, есть там смешанная тема, табулаш. Можно, кстати, показать вторую картину, тоже масло, да? Да, можно показать вторую картину. Это Матфей Коганшац, известный шокийский художник, очень любимый. Сказали, да? Вот четко как тут отличается стиль, да? Женский, женщина-художник. И вот мужчина. Ну, вообще Коганшац уникален в том, что впечатление такого вроде бы безобразной мозги, но с другой стороны, когда-то мне один говорил, я так могу намазать. Я говорю, даю 300 долларов, даю тебе сейчас холст, краски и кисть, попробую. Он побоялся. Я говорю, так я же 300 долларов даю, чтобы ты так намазал. То есть кажется, что я тоже так могу. На самом деле это мастерская раскрепощенность мозга. Вот такая вот, она не филигранная, она вот такая вот свободная. Вот в свободе он писал очень незангажированно, ничего не перегружая себя, как получится. Будет ли это хорошо или нет. Но с учетом того, что он мастер, что он имеет серьезное знание и образование, он написал вот такой пейзаж осенний, который мне очень нравится. Этому пейзажу уже, уже, уже ему около... Это соц. арт, считается. Соц. арт, ему около 50 лет этому пейзажу. Он очень в хорошем сохране. Здесь нет ни одного кракелюра. Это кракелюра, это такие трещины. Это хорошо, когда нету. Ну, в принципе, это хорошо, но если картине больше 40 лет, избежать кракелюра очень тяжело. Во всех музеях старые картины, практически все в кракелюрах, это не является недостатком работы. Это является естественным ее, так сказать, старением, скажем так. От старения, ну, никуда не уйдешь. Поэтому, вот, в данном случае работа настолько хорошо сохранена, что я около 50 лет, а у нее даже нет ни одного кракелюра. Насколько сложная эта работа, вот как понять? Она сложная, она сложная, потому что такое количество полутонов, оттенков, перелива цвета, фона, пейзаж, первые классы. Да, свобода в исполнении, свобода мазка. Ну, она сложная, она очень сложная работа. Она кажется, что это так вот просто все. Беру, сейчас и намажу. На самом деле это очень-очень непросто. А по стоимости такая картина, сколько можно стоить? Ну, я бы за 300, меньше, чем за 300 долларов. И там уже желание человека купить? Это я беру минимальные цены. Минимальные, чтобы, как бы, человек, для того, чтобы она сохранялась, ну, живопись с маслом вообще хорошо сохраняется. Просто нужна постоянная температура. Не сырое помещение? Да, сухое. Сухое, с постоянной, желательно постоянной температурой. То есть, если это просто меняется зима, весна, осень, лето, то ничего страшного, там будет температура резкой, чтобы не было колебаний. Что сегодня плюс 30, завтра минус 30. Надо с батареей лучше не вешать. Ну, конечно, да. То есть, вот такого, если нет, то она будет себе на стене висеть, и 100 лет будет висеть, и ничего с ней не будет. Главное, чтобы это не было сырость, не хранить где-то в подвале, не хранить в гараже в каком-нибудь там сыром. Если она будет висеть дома на стене, то она будет висеть очень долго. А за сколько по времени человек, художник, пишет такую картину? Я понимаю, что все индивидуально, но приподнять. То есть, это за день, за месяц можно? Ну, по-разному, смотрят размеры. За час. Ну, если, допустим, у меня было, если я писал картину небольшую, я мог ее за полчаса чуть написать. За полчаса. Если я пишу большой холст, я мог ее писать несколько дней. То есть, дорабатывать что-то и так далее, и так далее. В среднем, среднюю работу, там, вот, размером 60 на 70, я могу написать за два, за три часа. Ну, вот, опять же, в зависимости от сюжета. Если сюжет очень сложный, то придется писать ее, ну, больше. Несколько сеансов, скажем так. То есть, еще вдохновение должно быть, да? Безусловно, да, безусловно. А когда будут у художника? У художника бывает есть вдохновение на определенный сюжет. То есть, нет вдохновения вообще, сейчас напишу, что попало. Нет. Вот сегодня у меня есть вдохновение, к примеру, писать натюрморт, только цветы. Вот я могу писать цветы. Вы сейчас пишете, что тут, в данный момент у вас дома есть какие-то картины, которые в работе? Ну, я пишу в мастерской, а не дома. Сейчас в работе практически ничего нету, все написано, оно где-то сохнет, если было написано там неделю-две назад, сохнет. Вот, в ближайшем, последние две недели я ничего не писал. В основном рамы ставлю, готовлюсь к выставке. Ну, вот по поводу хранения, вот, хорошо сохраняется масло, оно не выцветает. То есть, если на него будет светить солнце яркое, ничего страшного, с ним ничего не будет. Если это будет акварель, она выцветает. Если это будет гуашь, немножко тоже выцветает. То есть, как бы, акварель-гуашь желательно не вешать там, где будет прямое попадание солнца. То есть, в таких более затемнённых углах, скажем, помещениях. Вот, а масло без проблем может висеть где угодно. Под жарким солнцем, в Египте, прямо на улице. Ну, я образ знаю, ничего не выгорит, ничего не выгорит. Вот, поэтому хранить масло, конечно же, очень-очень удобно. Давайте покажем сейчас зрителям вашу работу. И мне интересно посмотреть, потому что я не видел. Ну, она простая, она простая, да. А, как, конечно, она простая? Здесь то, что не так много... Сюжет, простой сюжет и несложный. Это оттепель. Вот, работа, она называется оттепель. Это вот, как бы, зимний период, но во время зимы, скажем, февраль-месяц, да, наступило такое время оттепель, где плюсовая температура. И вот у нас уже часть здесь лужица такая образовалась, чуть ли не маленькое вот озерцо, часть снега растаяла. Вот деревья, и вот тени от деревьев падают вот такие вот. Мы видим здесь на снегу рефлексы. Это вечереет, вечереет. И вот такие вот проблески, да, у нас. Мы понимаем этого неба, что оно вечернее. И вот это вот, эти проблески такого светло-оранжевого цвета, они дают рефлексы на снег. И вот здесь мы видим эти рефлексы тоже. Вот, здесь то же самое. Вот еще как подделки тоже определять. Подпись сделана по-живому или, скажем, по мокрой картине, или она уже по высохшей картине. По высохшей картине бывает такое, что берут картину неподписанную и просто ставят через много лет после ее написания, ставят нужную фамилию. В данном случае мои подписи все по свежему, то есть по мокрому. И видно, как буквы, ну, как по пластилину мягкому ты пишешь. То есть они как бы входят в краску. Вот, и здесь, конечно, понятно, что эта подпись ставилась во время написания этой картины. Тут как бы больше шансов, если это другой художник, больше шансов, что это оригинал. В данном случае это моя подпись. Я писал картину, я говорю, что это оригинал. Плюс она еще написана именно по мокрому. Вот, то есть вот это тоже один из моментов, который можно определять подлинность картины. Что еще мы можем показать из того, что есть сейчас здесь, из художников? Ну, вот, ну, мои работы. Я могу или Севастьянова могу показать еще. Давайте, давайте. Виктор Севастьянов, он на ферморте стоит. Судяшка, ты у нас как ассистенция. У вас есть любимая тема? Пейзаж. У многих художников пейзаж — это любимая тема. То есть таких художников тысячи, десятки, сотни тысяч. Вот работа Виктора Севастьянова. Это «Начурморт». Еще интересна работа тем, что, как и Когор Шац, Виктор Севастьянов очень мало писал цветы, мало писал «Начурморты». Вот он интересен тем, что он известный футболист киевского «Динамо», выступающий за клуб «Динамо Киев» в 1947 по 1953 год. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины. Тогда «Динамо Киев» играл не только в Пенестве СССР, но и в Пенестве Украины. И он параллельно еще. Но он не зацепил те годы, когда киевский клуб уже начал получать медали на всесоюзной арене, так скажем, в 1954. По-моему, они выиграли Кубок СССР, но он уже не играл. Был центральным защитником. Его была кличка «Лоб», хорошо играл головой. И потом, после завершения карьеры, он стал известным очень художником. Хотя он училище греково в Одессе, он сам Одессит, закончил еще до войны, даже до своей футбольной карьеры. Кстати, участник Великой Отечественной войны. И вот такой натюрморт у нас есть. Это 70-е годы. А что можно сказать про этой картине? То есть натюрморт, цветы. Ну, красивая, хорошая работа. Ей 50 лет, как-никак. Это холст на картоне. Холст на картоне. Да, это холст на картоне. 40 на 47,5 размер ее. Вот, хорошая работа с подтверждающей, подтверждающей вот такой пабличкой дочери художника, которая пишет. «Я, Севастьянова Лариса Викторовна, подлинно с произведения своего отца, Севастьянова Виктора Григорьевича, подтверждаю город Киев, дата ее подпись». Вот, тоже вот такая вот у нас есть подтверждающая подпись. То есть, когда родственники художника подтверждают работу своего родственника, вот, ну, это как бы считается у спорта, что это нормально, да, хорошее показатель, что это оригинал, а не есть какая-то подделка. Вот, поэтому вот такой натюрморт еще Виктора Севастьянова можно сегодня показать. Что-то еще есть из картин, что приготовили в этом выпуске показать? Или же все? Ну, только мои работы, вот, которые висит. Вот, и там тоже могу их показать. Но, в принципе, из тех художников, которых я коллекционирую, это все. А что бы хотелось сказать в целом тем людям, которые вот только начинают, вот, хотят прикоснуться к этому, возможно, первую работу себе завести? Что вы можете посоветовать таким зрителям? Ну, что я могу посоветовать? Конечно же, коллекционирование живописи, оно предполагает трату денег. Оно предполагает трату денег. И, в общем-то, трата денег, ну, не таких уже маленьких. Даже если мы будем брать картины по 100 долларов, все-таки это деньги, две с половиной тысячи гривен. Вот. На начальном этапе, конечно же, нужно коллекционировать те работы, которые заведомо, понятно, они будут расти в цене. Желательно покупать, если получается, ниже себестоимости на сегодняшний день. Вот. Нужно, придет момент, когда картин будет уже где-то от 10 и больше, нужно, чтобы коллекция не была мертвой. Что значит не была мертвой? Какие-то картины надо отпускать, то есть продавать, какие-то картины, может быть, менять, какие-то картины надо покупать. Допустим, как делал я всегда. Картины художника, этого же художника, которые мне попадались, более интересные для меня, то есть это и размер больше, это и сюжет интереснее. Я те, которые были меньше, и стоимости было меньше, эти картины отпускал, то есть продавал. То есть коллекция все время становится более качественной, более дорогие картины, получается, и более интересные по сюжету, более больших размеров и так далее. То есть коллекция должна быть живая. Она должна... И, допустим, если у меня есть коллекции, там несколько десятков работы Матфея Коганашатса, я, а у меня мало Чагадара, я могу какую-то работу Коганашатса поменять на работу Чагадара, если я нашел. А где такие происходят обмены? Ну где? Я знаю, что вы организовали сейчас общество любителей художников. Да, да, вот там тоже мы меняем. Я... Было всего лишь два собрания, я на двух собраниях одну картину продал, одну поменял. Потому что всегда находятся... Ну у меня хорошие работы, хорошие работы. Для кого эти общества? К кому можно прийти? А это для коллекционеров. Даже если это начинающие только коллекционеры. А сколько стоит прийти на такую встречу? Ничего пока не стоит. Пока ничего не стоит. Можно бесплатно прийти, пообщаться? Бесплатно можно прийти, да, да. Увидеть, а там выставляются картины какие-то или как это? Да, мы приносим свои картины, которые мы хотим показать прежде всего. Хотим про них рассказать, историю, может быть, их... Затем мы хотим, может быть, кто-то хочет поменять, на что-то поменяться. Кто-то хочет продать, работаю. Тоже это всё, в общем-то, происходит там. Я обменялся на прошлой встрече. Правда, я обменял одного Пламеницкого на другого Пламеницкого, но всё равно это было интересно. Это было как бы... Вот, то есть, обновление как бы коллекции, что-то свеженькое. Пламеницкий, мы его вспоминали? Мы вспоминали его в топе 10? Нет, в топе 10 нет, но в топе 50, конечно, он есть. Да, он есть, да. Пламеницкий есть. Вот, поэтому, конечно же, ну, вот так вот хорошо, когда коллекция, она живая, она не статическая, она двигается всё время, и постоянно появляются новые работы, какие-то. Допустим, у меня может в коллекции быть несколько сотен работ. Вот некоторые люди думают, ну, как это несколько сотен работ? Ну, это же невозможно дома всё это повесить. А не надо дома всё это вешать. У меня работа висит, может быть, полгода максимум. Потом она меняется на другую. Может, работа повесеть всего лишь один месяц. И поменялось. У меня зимой висели зимние работы. Сейчас весна, я меняю на весенние работы. А как это работает? То есть, обычно зимой добавляется что-то летнее, или как-то... Нет, я зимой хочу видеть зиму. Зима, да. Тем более, эта зима была бесснежна. Да, вы дополняли. А здесь у меня снег, где так было интересно. Вот сейчас всё, пришла весна. Я все зимние работы снял. Вот. И дома у меня начинают весенние появляться работы. Интересно. Притом, много и моих работ. Потому что у меня не так много коллекционных весенних. А моих работ, моего авторства весенних, у меня достаточно. Я смотрю на свои работы. Повесил. Будет лето, будут летние работы. Будет осень, будет осенний. Так тоже интересно. Но это не правило. Не обязательно, что вот так только должно быть. как это бывает. Да, это может быть, человек может летом смотреть на зимнюю работу и радоваться ей. То есть это не обязательно, чтобы вот так, как у меня. Но в данном случае я вот сейчас так делаю в последнее время. Вот. Поэтому коллекция может быть большая и работы просто меняются. И, ну, ты не смотришь годами на одну и ту же работу. Просто они меняются. Но, конечно, если работа 2-3 дня висит, это неинтересно. Надо, чтобы она повисела, ну, хотя бы пару месяцев. Ну, чтобы как-то... Он полностью всё увидит, все моменты. Да, да, увидеть, смотреть на неё, рассматривать там, в общем, что-то там анализировать, что-то прикидывать, сравнивать с какими-то другими работами и так далее. Думать, размышлять. Ну, в общем, это интересно. Здорово. В общем, это интересно. Живопись — это интересно. Это интересно. Я тоже так думаю. И потому, видите, я здесь. Хотел сказать спасибо большое, что вы так согласились встретиться, познакомиться лично. Мне безумно приятно. На самом деле, казалось, это так всё далеко и невозможно. И это так было новое направление. Всегда изучать сложно. А тут вот так просто... Спасибо вам, что делаете свой канал, рассказываете про живопись, про фанеристику. Я думаю, огромное количество людей, которые смотрят, благодарны вам, пишут это в комментариях. Вот. Я желаю вам вдохновения, чтобы было желание заниматься каналом, заниматься искусством, заниматься картинами, писать. Вот. И спасибо вам большое, что согласились. на этом интервью. Спасибо. Мой канал же про монеты Украины. Я регулярно провожу разные розыгрыши. Я вам тоже приветствую. У меня с собой, к сожалению, не так много монет, но вот эта монета 10 гривен вам будет на память от меня. Спасибо. У меня же, кстати, тоже там работа, которую я подписал. Помните? Надо, чтобы вы её не забыли забрать. Да, потом покажу, взято в обзоре, кстати, да.